Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Они себя чувствуют здесь, как в своей среде. Особенные дети отметили День защитника Отечества и Международный женский день. Ваши задерживаются. В данный момент? Да. Подозревают в вымогательстве. В области задержан вымогатель денег. Сводка криминальной обстановки в городе за неделю. Это мероприятие проводилось в нашем городе очень-очень давно. Спортивный праздник в первой школе. А теперь об этих и других событиях подробнее. Веселый праздник 23 плюс 8 для особенных детей Десногорска в минувшую субботу провели Дом детского творчества совместно с обществом инвалидов и молодыми атомщиками. Подробности в первом сюжете. Веселая атмосфера, зажигательные танцы и конкурсы – все это присутствовало на празднике. Ребята старались участвовать везде. Мероприятие уже давно стало традиционным. На сегодняшний день 15 ребят ходят в Детский дом творчества, в их творческие объединения. Хочу еще особенно благодарить нашим уже друзьям, это нашим молодым атомщикам. Мы видим, что детям не хватает общения. Общение. Они благодаря таким мероприятиям общаются. Стали дружить с семьями. Очень радуются, потому что проблемы их объединяют. И когда они приходят сюда, мы видим, что их настолько – мамы, папы, дети – все вместе участвуют в конкурсах, веселятся. И мы рады, что мы им предоставляем такую возможность. Ну, а молодые атомщики – это наши друзья. Можно было не только принять участие в эстафетах и конкурсах, но и показать себя. Дети, посещающие Дом творчества много лет, продемонстрировали, чему научились. Я еще ходил, когда был маленький, когда ходил в веснянку. Я запомнился его всю жизнь. Я вот, когда вошел на деталку, я вспоминал эти разные стены, аж плакать чуть хотел. Родной, как будто зашел родной дом. Такие мероприятия нужны не только особенным детям, но и их родителям, потому что именно здесь можно поговорить, поделиться наболевшим и узнать что-то для себя новое и полезное. Такие мероприятия важны, нужны, и мы без них не живем. Ребенок чувствует себя нужным. Раз ему подарили, значит, он нужен. То есть, вот это же для него покупали, вот о нем думали. И вот, ну, потом, допустим, вот и рисунки у них уже рисовать они начинают, когда они уже начинают празднично все. Не так вот просто мама, дом, школа, а праздничного. После сладкого стола праздник продолжился на улице веселыми конкурсами и стрельбой из пневматических винтовок. Условия труда врачей оказались в центре внимания на семинаре, в котором приняли участие специалисты из Калуги и Витебска. Представители Смоленского профсоюза медиков совместно с уполномоченными по охране труда обсудили, как должна проходить специальная оценка условий труда медработников. В ближайшие несколько лет все смоленские лечебные учреждения будут проходить процедуру спецоценки. В Смоленске сотрудники регионального управления МВД задержали еще одного подозреваемого из группировки, которая вымогала деньги с предпринимателей и бригад, работающих вахтовым методом. Подробности прямо сейчас. Группировка орудовалась 2015 года. Под предлогом защиты бизнеса вымогала крупные суммы денег у предпринимателей Ярцевского района, а также у старших по бригадам, работающих вахтовым методом в разных регионах России. Четверо участников группы были пойманы и заключены под стражу в 2016 году. Следователи и сотрудники уголовного розыска продолжили работу по выявлению и документированию дополнительных эпизодов их деятельности, а также по установлению иных участников. В результате розыскных мероприятий была установлена причастность еще одного жителя города Ярцево, 90-го года рождения, к двум фактам вымогательства. Подозреваемый задержан. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжается работа по установлению новых фактов противоправной деятельности подозреваемых. У МВД России по Смоленской области обращается к жителям региона. Если вы узнали в задержанном лицо, причастное к совершению преступлений, обращайтесь по телефону, который вы видите на экране. 550 килограммов масла и сыра из Беларуси задержали на пропускном пункте Красная Горка. По документам груз предназначался для реализации в Москве. Товары везли без необходимых ветеринарно-сопроводительных сертификатов и специализированного для этого оборудования. Кроме того, была остановлена машина с 5 тоннами замороженной говядины и 11 тоннами субпродуктов. Груз направлялся в Москву и Калугу с явным нарушением существующих требований в сертификатах. Мясная и молочная продукция возвращена отправителям. Роспотребнадзор проверил количество льда в замороженной рыбе. За несколько месяцев сотрудники проверили 85 предприятий, производящих и реализующих в регионе рыбную продукцию. Из 62 отобранных образцов 5 не соответствовали требованиям нормативной документации. 4 партии рыбной продукции в ходе проверок были полностью сняты с реализации. Установлено множество фактов нарушений условий реализации хранения. Виновникам предстоит оплатить штрафы на общую сумму почти в 100 тысяч рублей. Только за март жертвами мошенников стала жительница Вязьмы и две смолянки. Во всех случаях средства исчезали напрямую с банковских карт. В Вязьме женщина лишилась 92 тысяч рублей, когда хотела продать гараж через интернет. А в областном центре у женщин злоумышленники похитили денежные средства под предлогом разблокировки банковских карт. О криминальной обстановке у нас в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 143 сообщения о происшествиях и преступлениях. Из них 8 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 92 административных правонарушений, в том числе 71 нарушение правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 14 человек. Новый вид наказания начал применяться в России. В Смоленской области открыли исправительный центр. Режим дня в учреждении строгий. Подъем в 6 часов утра, зарядка, завтрак и полный рабочий день. Свободное время есть вечером. Единственный плюс – разрешается пользоваться мобильной связью и интернетом. Для отбывающих наказания в полном объеме распространяются все положения социального пенсионного законодательства. В том числе Трудового кодекса. Они получают зарплату, из которой по решению суда в доход государства будет удерживаться от 5 до 20%. На сегодня исправительные центры открыты в 11 регионах страны. Смоленское учреждение рассчитано на содержание 55 человек. 25 марта на аэродроме Смоленск-Северный планируется проведение военно-патриотической акции «Военная служба по контракту «Твой выбор». Мероприятие организует Объединенное стратегическое командование Воздушно-космических сил Российской Федерации и Администрация Смоленска. По замыслу будут работать более 25 тематических площадок и интерактивных демонстрационных точек, в том числе мобильный пункт отбора. Гости праздника увидят выступление профессиональных художественных коллективов и зрелищное авиационное представление. Начало мероприятия в 11 часов. 2 марта в читальном зале Центральной библиотеки Десногорска прошло очередное занятие творческой группы «Ковчежец» школы номер 4. В этот раз обсудили тему, зачем нужна память о войне, зачем поднимают из земли останки павших воинов, насыпают курганы славы, ставят памятники и обелиски, ведь война окончилась так давно. В мероприятии приняли участие школьники 5-х и 6-х классов. Почетными гостями встречи диалога стали поисковики отряда «Обелиск». В открытом разговоре дети высказывали свои мнения, свои взгляды на обозначенные вопросы, подготовили литературную композицию, интересные слайды. А сотрудники библиотеки, в свою очередь, рассказали ребятам историю создания кургана «Славы» в Десногорске. В завершении выпуска новости спорта 11 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» прошло первенство города среди школ по бандбинтону. Соревнования проводились в трех возрастных категориях, в парном разряде среди девушек и юношей. По итогам соревнований первое место у команды второй школы, на втором месте школа номер 4 и третье место у команды первой школы. В первой школе Десногорска прошел спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Подробности в нашем сюжете. Такие мероприятия прививают интерес к активному семейному отдыху и здоровому образу жизни, а также способствуют укреплению отношений между детьми и родителями. Участие приняли четыре команды. Спортивные соревнования состояли из конкурсов, эстафет и веселых стартов. Всего конкурсов было 10. Каждая команда выбрала себе название. В этом все были изобретательны. «Динамит» соревновался с «Форсажем», «Скорпион» с «Молнией». Как и положено, на настоящих спортивных состязаниях участников поддерживали активные болельщики. В итоге первое место присудили команде «Прудниковых» и «Маловых». На втором – «Карповы» и «Забабурины». На третьем – «Шестеровы» и «Шалатовы». Организаторы решили сделать такие соревнования доброй школьной традицией и надеются, что участников со временем будет больше. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин